Здравствуйте, господа! Сегодня у нас в гостях FV601 Saladin, британский СТ 8 уровня. Все-таки решил я возобновить прокачку данных СТ-шек после их ребаланса. Брони, господа, у этого 8 уровня, конечно же, нет. Ну, давайте ее так быстренько посмотрим. Самая толстая часть это 61 мм, где-то вот 63 даже вот в этой маске. Все же остальное по 30, 15, 20, 32 мм. Вот в борт 12, 12 и тому подобное. То есть фугасы нас пробивают вообще всяких уровней и всяких мастей. Сколько раз меня ваншотили на этом танке фугасами. Не то, что даже артой. Нет, просто там ПТ-шки, СТ-шки, ТТ-шки. Все, что нас бы не заряжало бы фугас, он нас, скорее всего, пробьет с фульным уроном. И мы отлетим в ангар буквально с 2-3 тычек. Оборудование, с которым я играю, это досылатель, вентилятор и оптика. Решил я подточить больше степени под обзор, чтобы иногда там на нем можно и подсветить, потому что у него неплохие показатели обзора. То есть 500 метров. Это уже хорошо, это очень хорошо. И это далеко не предел. Можно чуть-чуть больше его еще раскачать. Незаметность у нас тоже на уровне. 32 в неподвижном состоянии и 24 в движении, что вполне неплохо. С мобильностью также проблем никаких не имеется. У него 24 удельная мощность двигателя и 60 вперед и 32 назад. Очень быстро, очень маневренный теперь он стал. И кататься реально на нем прикольно. Но по хпшкам я еще раз сказал, вообще никак. 1200 и отлетаем 2-3 выстрела. По нам делают и мы уже в ангаре. Пушка, в свою очередь, тоже у него довольно-таки интересная. 250 разовый урон, пробитие 221 и к среднему урону за выстрел нет вопросов. И также к пробитию. На основном снаряде даже можно играть. Он пробивает очень даже неплохо. Перезарядка 6,23, но это компенсация за чуть большую альфу на этом уровне и также пробитие. УВ на минус 8 плюс 20, это отлично. 1,6, время сведения и 0,29, разброс на 100 метров. Очень точная пушка, очень быстро сводится, но также самое имеет свойство косить. ДПМа у нас, честно, немного. Всего лишь 2,407. Вспоминая там этих новых першингов, тех же самых там 416 объектов, там ДПМ мое почтение. А тут всего лишь 2,400. Ну и этого тоже вполне хватает. На снаряды летают, ну, ББшка 980 метров в секунду, не так быстро, а вот Голда 1330. Моментальная, буквально лазерная, ей стрелять. Уже интереснее. Полевая модернизация. Ну, тут 2, 1, 1. В принципе, наверное, ничего такого нового. Так, ну вот так вот выглядит этот Саладин новый. Ребаланснутый. Все вроде как рассказал, показал по-быстрому. Ну да, поехали. Сегодня тоже не играл ни одного боя. Решил сразу записать. Оторвало сразу на студянке. Ну, к десяткам, конечно же. У них девятки очень сильные СТ-шки. Даже вон Леон есть. Ну, я его не считаю, как бы, за танк. Но все равно. Да и восьмерки, смотри, Борис. И даже есть ЛТ-шка. Ну, не знаю. Что-нибудь постараюсь показать. Давайте, наверное, куда-нибудь пока что сюда встану. Постою вроде как-то у нас все очень-не очень по разъезду. Все в одну точку поехали. На нем главное не торопиться. Очень легко на нем ошибиться. Ну, просто напрягает то, что на это направление никто не поехал. Само собой, конечно, здесь засвет бы я хоть как поймал. Ну, главное, хотя бы урон дал. Небольшой, но первый есть. Сейчас главное торты не получить прямое. Так, Бат убегает. Ну, у них еще не светились все девятки, СТ-шки. ТТ-шка не светилась девятого уровня. Ну, они, скорее всего, где-нибудь здесь и стоят. Ну, хотя ХВК уже должен был их просветить. Давайте, попробуем. Доедем туда. Если что, быстренько метнемся кабанчиком назад. Ну, пока что... Пока что тихо. Не знаю, надолго ли это тишина. Ага. А вот и БЗ. Мленчика депо ему не хватило. Надо ТНХ-шку спасать. Все, отлично. Девятку... Девятку съели. Как говорится, если хочешь пострелять, то нужно... Поехать... Чуточку... Ага. Ну, тут ЛТ-шка стоит. Двенадцатитонник. Прямо на горочке. Вот здесь. Нет. ХВК-шку видать. По нему арта кидает. АБЗ. Нет. Все. ЛТ-шку наши переиграли. Ну-ка, попробую-ка я... На центр скататься. Этих видать отсудова нет. Ну, как бы видать и как бы и нет. Нет, это слишком... Слишком рискованно. О, пунзе панзер. Первый бой с десятками, конечно, прикольно. Да, он прям на этой гриде стоит. ЛТ. Надо попробовать помочь даже с третьему. С БЗ-шкой. Пробивать бы тебе его надо, друг. Все-таки восьмой уровень, ты девятый. Хорош, хорош. Так. Маленечко разгрузили фланг. ЛТ-шка очень сильно мешает. Хоть и 500 метров обзора, но все равно ее не пересветить. Потому-ка у него маскировка лучше. Хорошо, что хотя бы в ответ не получил. Урона не дал и не получил. А в кого ты там стреляешь? Там что, есть прострел? Нет там прострела? Не ври. Попробую прям вот сюда заехать сейчас. Ну, карачун, конечно же, непробиваемый. Даже голдой. Так. Не могу я дальше туда проехать. К сожалению. Че ты? Стоишь, смотришь. Ну, стой, смотри. Тут еще проиграть просто можно очень. С легкостью. Лишний раз лучше не получать. Ну, вон она, ЛТ-шка. Ну, конечно же, не пробил ЛТ. А что ты благодаришь за что? Альфа не прошла. А, ну вот она. Ну, спасибо, что хотя бы не в полный урон дала. А там нельзя прострелить его? Нельзя. Так. Сука, кунзы, панзер. Оп. На себя. На себя всех сагрил. Вот и арта на 600. Прямое. Но зато сломал всю их позицию. Только зачем, не знаю. Мы сейчас можем за это проиграть. Ну, сделал и сделал. Зря съехал, конечно, с захвата Чифтейн. Можем реально сейчас проиграть из-за этого, из-за моего мула. Очень долгий бой. Очень долгая победа. Ну, все равно хотя бы 2-100. Да смог накидать в таком бою. И даже подсветил на 860. Нормально. Практически 3000 суммарки. В первом бою с десятками это очень даже неплохо. Прохоровка и такие же десятки. Ну, что-то сегодня прям везет на 10 уровне. Так, ну и я что-то... Позвонили по телефону. Потерялся маленечко. Так, 2 ЛТ. 2 ЛТ. Ну, давайте, не знаю, постою где-нибудь здесь. На зелени. Мало едут вообще на зелень. Где мои все ПТ? Вроде как они едут. Линкс уже получает. Ну, 4-3-2. Ну, ага. Гриль. Убейте ЛТ. Убейте. Хорошо. Так. Ну, вроде как... А, ну у нас 2 ЛТ погибло. За 1 ЛТ. У них еще рушка есть. Но артовода нету. Это уже хорошо. Промазал. Там можно было его через каток пробить. Ну, это 10-й в ангаре. Нормально. А у нас ЛТ-шка последняя на горе. Ну, тут будет проигрыш по-любому. У них еще все-таки 2 ЛТ-шки. Гриль выжил каким-то образом. Вафля у нас офигенно постреляла. Я не понимаю, куда они стреляют. В кого вы стреляете? А вот и рушка. Ну, хотя бы фиолет мы и сняли. Ну, уже смотрите. Косарь подсветил. Косарь дал урона. Так, отлично. Отлично. Нормально. Котик, уйди, пожалуйста, от экрана. Ходит. Проснулся. Господин. Попробовать. Ага, вот, высветил, пацаны. Стреляйте, стреляйте. Еще кот лег посередине экрана. Да, господи ты, боже ты мой, отойди. Мужик, отойди, отойди, мой маленький. Еле как попал, кстати. Я просто, у меня не было видать вообще его. Я просто стрельного попал. Вот он, ребят, давайте, давайте, давайте. Хорошо, хорошо. Нормально. Так, высветил. Ну, вот они, 500 метров обзора. Ну, что делают. Сейчас потихонечку попробую. Ага, еще, ребят, увидел. Работайте. Отлично. А больше никто по нему не даст, да? Вот, смотрите, 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 гриль убегает. Ребята, гриль. Ну, он так и убежал бы, если бы я его не добил. Так. Ну, бой просто на загляденье. Пока что складывается. Главное, что, честно говорю, я светить не умею. Как бы. Возможно, я делаю тут глупость. Сейчас, ну, я просто лопнуть могу от бабахи. И от хари. Вот и все. У леопарда-то тоже хороший обзор. Поэтому нужно быть вообще аккуратным. Какой сладкий. Эх. 62-ку. Маленечко постреливают, да? Ребятки, ребятки, ну работайте. Вы чё так плохо стреляете-то? Хана. Ну, ну ладно, оно того стоило. Да, конечно, мужик. Все для вас. Почти умер, но все для вас. Так. Ну, вроде как, теперь путь. Путь свободен, да? Там еще Тай-5 Хэви стоит. Вы понимаете, в чем прикол? Страшно, очень страшно. Ребят, смотрите, чё есть. Бейте его. Подожди, чё, не я его свечу, что ли? Серьезно? А этого? Не надо меня смотреть. Ха-ха-ха-ха-ха. Развел, развел, развел. Ох, гад. Ну, господа, я считаю, что это очень хороший бой. С десятками. И 3200 урона. И 3800 на света. И даже 3 фрага. Даже мастюра насыпали. 3800, 3500. А, ну у меня блайн там зашел по пантере. Да, которая отъезжала. Ну, прикольно. Прикольно. Какую-то даже медальку дали. Медаль Осикина. Три танка по Тасау. Управлять средний танк. Ну, ладно. 1480 опыта. Ну, прям уложился в мастера. Ну, прикольно. Мне прям понравился этот бой. Вот. Побольше бы таких, конечно же. Ну, я думаю, 2 боя сегодня запишу. И третий вам тоже. Ну, уже мастер уже есть. Но все равно там тоже боечек будет неплохой. Так что его тоже посмотрим. А насчет танка я, господа, так могу сказать, что он прикольный. Он действительно кайфовый в этом плане. Ну, очень сложный. Прям очень скиллозависимый. На нем нужны прям прямые руки. Я его как бы чуть-чуть только понял. Я его до конца, конечно, его потенциал не могу раскрыть. Ну, я стараюсь. Прям очень стараюсь на нем, когда всегда играю. Но далеко не всегда получается. На нем то густо, то пусто. Бывает, заходишь, сессию делаешь, там, из 10 боев, 2 500 среднего урона, там, на света, там, по 3000. И такой думаешь, ну, блин, да ты реально можешь на нем играть, умеешь. А бывает, в следующий день зайдешь, у тебя 1000 урона и 0 за света. Просто сессия. Такое тоже бывает. На нем очень легко, еще раз говорю, ошибиться. На нем прям нужно очень сильно чувствовать эту грань. Когда можно, когда нельзя. Вот реально, это тот танк, который ходит всегда по лезвию ножа. По очень тонкому льду он ходит, реально, постоянно. Иногда хочется такого геймплея, знаете, чтобы так прям подпотеть, подъездить, там, подтащить где-то. На нем реально можно тащить. Ну, прям, чтобы постоянно на нем играть, не. Слишком сложно, на нем слишком нужна большая концентрация. И это, ну, я говорю, это иногда прикольно, но далеко не всегда. Но мне танчик, честно, понравился. И понравился он мне даже больше, чем Паттон. Вот этот вот, новый, апнутый. Конечно, там тоже свои изюминки есть. Но вот этот молодой человек, конечно, будет поинтереснее. Ну, для кого как. Еще раз говорю, это очень сложная тачка. Чтобы ее реально показывать в бою. Если так, чисто там выехать, покататься на колесиках, там, послушать, как там протектор этот гудит, визжит. Когда вы там заворачиваете. Это прикольно, да, я не спорю. Ну, а чтобы прям эффективно играть на нем, нужно думать и нужно стараться. Это не все, конечно, хотят. И не все это умеют. В общем, ладно, давайте сейчас еще третий бой посмотрим, который я сыграл давненько, правда. Но он тоже со своими особенностями. И будем с танчиком заканчивать. Карта Карелия с девятками и штурм. Далеко не самая моя любимая карта. Она, честно, в последнее время надоедает. Очень часто попадается. Но вкупе с этим танком и со штурмом Карелия может принести неплохой бой. Конечно, он не такой прикольный, как предыдущий. Все-таки бой там был реально неплохим. Прям и настрельным, и насвеченным. Но это тоже, знаете, неплохой. Это мой самый первый мастер, который взял на этом танке. И я решил просто вам его показать. Встаю в этот кустик. Насчет позиции. Она очень сильно рискованная. Кустик, он простреливаемый. Очень сюда часто кидают блайнды. Я тоже это делаю, когда нахожусь в обороне на этой карте. И тоже сюда иногда кидаю пару блайндиков точно. Но я решил в него встать, потому что все-таки место, оно иногда очень рыбное. Оно просматриваемое. Тут можно высвечивать, стрелять неплохо там в центр, влево, вправо. Но тут меня ЛТшка подсветил. Я маленечко сдал назад, завалил дерево. Типа сделал обманный маневр. И начинаю работать по Джессору, который засветился. Вот уже, кстати, эта позиция приносит кое-какие свои плоды. Стреляю один раз, стреляю два раза. Сейчас, кстати, должен был вообще промазать. Он уже вроде как заехал за камень. А вот в этом моменте я должен был пробивать его. Но игра решила так. Говорит, ты не убьешь шотный танк, потому что шотный танк неубиваемый. А вот дашь, когда ты это делать не должен был. ЛТшка тоже начинает ошибаться. Едет опрометчиво через центр этой карты. Я его высвечиваю, даю ему урон. Их, в свою очередь, кстати, я не засвечиваюсь. Был здесь приятно удивлен, что ЛТшка меня не пересветил. Ну ладно, ЛТшка заехал в эти камни. И тут небольшое сатишье как бы образовалось. Все-таки я не стал никуда спешить. И также это принесло свои очередные плоды. Я ЛТшку пересветил, дал ему урон. Конечно, в этот момент я точно знал, что я поймаю за свет. Я его поймал, отъехал. Но зато футур мой забрал ЛТ. Все как бы теперь точно эта позиция себя в полной мере, по сути, окупила. Но все равно расслабляться не надо и спешить тоже не нужно. Еще раз повторюсь на третий или четвертый раз. Этот танк не любит, когда на нем спешат. Нужно очень четко все делать. Не нужно делать там таких опрометчивых решений, типа, а, ну ЛТшку убили, теперь, значит, можно ехать. Нет. Все-таки нужно подождать. Да, получается, более того, кустовой геймплей засадный. Но это, господа, именно геймплей этого танка. На нем ошибаться никак нельзя. И вот, кстати, еще раз эта позиция приносит тоже небольшие дивиденды. Хори засветил, кстати, в том моменте я дал ему по гусле, и в тот же момент его прострелили. Это, конечно, плохо, потому что я насвечиваю, а не каточу. Ну, ладно, урон пошел как бы в каток. Тут я еще раз попытался Хори прострелить уже в нововижене. До этого я его не пробил, а здесь я вообще не попал. Вроде как тяжики справа у меня спокойненько там стоят. Тоже не спешат сильно, но и не проигрывают. Я думаю, что нужно отсюда его уже сматывать удочки, потому что позиция, ну, хорошо себя окупила. Но нужно действовать дальше. Ехать и попробовать высветить эту вафлю, которая, которая, в принципе, должна стоять где-то здесь. Здесь, по идее, ни футур, ни я ее не должны были пропускать. И спокойненько я заезжаю за эти камни, не засвечиваюсь, перезаряжаю на фугасы, но засвечиваю сейчас, потому что я высветил смвшку и засветил, как говорится, и сам засветился. Тут маленечко потерялся, потому что я испугался, если честно. Думал, сейчас по мне кто-то начнет стрелять, еще, не дай бог, начнет стрелять. И это вафля, которую я не увидел. И вот этот момент, о котором я говорю, что я потерялся. Я не сразу заметил, что вафля здесь. Где-то через секунду только 3 или 4 я ее заметил. Ну, просто реально потерялся. Может быть, испугался, не знаю. Не помню, что в этот момент у меня было в голове, когда я играл. Уже это было, конечно же, давненько. Но не суть важна. Забрали все-таки эту вафлю на парочку. И начинаю работать по ТТшкам. С этого момента, с этого, точнее, можно здесь было работать по ним. Но они отсветились, и я не стал чисто бландить. Знал, что здесь где-то стоит хоре. Опять же, это недобитое. Выезжай, и вот она, за кустиком. Спокойно ее забираю. Засвечиваю также кунза панзера. По нему начинают работать мои ребята. И два шотика ему прописали. Все, он теперь двушотный. И по моей, как говорится, по моей милости пришел мне засвет. Тут еще, кстати, маленечко капнуло мне. От кого не знаю. И тут же, и опять же, я хочу пострелять по этому макароннику. Вроде как выцеливаю ему башню. Весь красным почему-то горит. Вроде и корма, и борт башни. Но нет. Этим не попадаю снарядом. Этим не пробиваю. Думаю, ну конечно же, сейчас бы только и не пробивать, когда нужно это делать. Подъезжаю чуть-чуть поближе. Опять же, выцеливаю, выцеливаю этого итальяшку. Опять не попадаю. И знаете, в такие вот моменты думаешь, вот как же тут играть очень сложно бывает на таких танках очень, как картонах. Потому что, вроде как, ты и сильно рискуешь, но при этом ты ничего не даешь. Ни засвета, ни урона. Ну ладно, вроде как, тут я уже понял, что по мне сейчас будет стрелять Йох. Но он оказался очень таким непрокачиваемым, очень стоковым. И поэтому он дал мне урон небольшой. Я забрал все-таки этого макаронника с пятого выстрела, шотного. И решил покрутить этого Йоха. Думаю, ну что там этот Йох, ну даст он мне на 200 урона. Я ему так же самое на 250 дам. И причем еще его подсвечу. Но не тут-то было. Вроде как и брони-то у Йоха нету, но она в этот момент, конечно же, наросла. Именно для меня. Не пробиваю его, но держу его в перманентном засвете. По идее, должны мои пострелять по нему. Стреляю, опять же, в ТНХ-шку. И заметьте, как вот я говорю, получается очень быстро, очень много действий происходит. И так же самое в бою. И туда, и сюда, и пытаюсь, и там, и сям. Не попасться, и наехал все равно на гору, на камень. Не смог стрелять в ТНХ-шку. Тут стреляю опять в этого японца. И вот очень сложно, понимаете, в этих моментах просто танком управлять, думать и еще стрелять. И вообще пытаться не подставляться под противника. Ну ладно, тут я уже подставляюсь. И тут, смотрите, момент. Напомнил он мне бриллиантовую руку и Миронова. Вроде как стреляю, стою, но... А ну, щенок, в сторону, в желудок. Ну, типа, как-то так, да? Это выглядело прямо в точности, как в этом моменте из этого легендарного фильма. Тут я уже все, не пробиваю его, забираю мои союзники, этот последний танк. Ну, еще раз говорю, вроде не такой уж и крутой бой, как предыдущий, но все равно со своими особенностями. Ну, а вот так вот все равно мастер. Бои тоже, кстати, прикольные получились. И не зазорно теперь с вас попросить лайк, подписку и, конечно же, комментарий. Добра и позитива всем, друзья. Покедова.